С 23 по 27 апреля Большая вода Брестского грибного канала собрала сильнейших спортсменов по гребле на байдарках и кануэ. Они – участники открытого Кубка Республики Беларусь и открытого республиканского соревнования приуроченному памяти защитников Брестской крепости. Гребля всегда была традицией, то есть один из ведущих видов спорта у нас в Республике Беларусь. Культивий уже с 1950 года он в Республике развивается. Каждый год у нас много олимпийских чемпионов, чемпионов мира, Европы. Всего для участия в масштабном состязании было заявлено около 300 человек. Из них 143 уже состоявшиеся атлеты и 205 юниоров, которые только благодаря участию в различных соревнованиях оттачивают свое мастерство и укрепляют профессиональные навыки в дистанциях на 200, 500 и 1000 метров, как в одиночках, так и в двойках. В принципе, очень достаточно перспективные юниоры в этом году. Может быть, немножечко слабее, чем в прошлом. В прошлом году, наверное, более ярко выражены одиночные программы. Но в этом году тоже план даже выше у нас стоит, чем в том году по выполнению медалей. Ну, в принципе, сейчас по этим соревнованиям, которые пройдут, будет уже буквально, ну, примерно что-то будет уже видно, ну, какая-то готовность. Ну, сейчас будет такой, ну, это даже не отбор, это такой просмотр. Такие спортивные соревнования требуют от участников различного профессионального уровня, терпения, выносливости и, конечно же, воли к победе. Но всего этого не было бы без длительных занятий по подготовке к важным соревнованиям в их жизни. Тренировки проходили у нас за границей, в Португалии. Тренировки были очень тяжелые, сложные. Я надеюсь, что на этих соревнованиях смогу показать то, что наработала за этот сезон подготовительный. Для участников открытого Кубка Республики Беларусь и открытых республиканских соревнований, посвященных памяти защитников Брестской крепости, погребли на Байдарках и Каное, эти застязания – хорошая тренировка, которая позволит достичь определенных вершин в крупнейших национальных и международных стартах.